Харик Мунков Константин Юрьевич Был сделан, знаете, что называется, по просьбам трудящихся, и посвящен он созданию автомобильных дисков. Опять же, в рамках наших замечательных курсов, вот, например, курсы «Сложное моделирование», где слушатели моделируют автомобили, часто возникает такой вопрос, типа, как вы нам показываете, как моделировать кузов, фары и все прочее, но как же смоделировать диски и шины? Ну, вообще, на самом деле, человек, который способен смоделировать кузов диски, по идее, должен играючи осилить и шины, но вот тут не все так просто. Еще в прошлый раз, когда люди спрашивали, будет ли семинар по дискам, я сказал, что вроде как эта тема не очень интересная, вот, но я так немножко покопался, поковырялся и все-таки смог выделить некоторые интересные моменты касательно моделирования объектов типа диск. Есть, на самом деле, диски очень разные, и, конечно, я попытался найти что-то такое, что действительно представляет интерес, потому что люди часто спрашивают, а как такой диск смоделировать, сякой, вот, если, грубо говоря, заглянуть, может быть, куда-то в интернет, немножко погуглить, то вы найдете кучу всяких разных референсов на тему дисков, ну, по-английски что-нибудь типа Carlin, можно вбить просто, чтобы посмотреть, какие диски бывают, и, надо сказать, что есть диски достаточно тривиальные по своей форме, ну, форма у них у всех одинаковая, в смысле по детализации, по количеству лучей, да, вот, если я, например, возьму вот такой диск, то, ну, я бы сказал, что вот этот, что называется, Easy Mode, то сделать такой диск несложно, по какой причине? Его несложно сделать просто по причине того, что здесь все симметрично, здесь явно прослеживается некая общая симметрия, то есть некая ось симметрии, я вижу, что здесь всего пять лучей, лучи заходят вот, да, во внутреннюю часть, где есть отверстие под болты, соответственно, мне будет достаточно понять, что я всю вот эту форму делю на пять, да, на пять сегментов, ну, и, соответственно, если я с моделью, скажем так, половину одного из этих сегментов, я его потом просто смогу симметрично по кругу отобразить, то есть эта задача, в общем-то, не сложная в чистом виде, и, наверное, говорить о ней было бы не совсем, может быть, интересно, таких, ну, как минимум, не то, что неинтересно, но, как минимум, таких видео уроков, ну, может быть, не уроков, а мастер-классов на YouTube можно найти приличное количество. Вот, сегодня мы с вами просто немножечко поговорим, во-первых, о неком, опять же, алгоритме, который позволит вам смоделить диск, да, то есть я сегодня, наверное, диск до конца моделить не буду, это процесс достаточно трудоемкий и длительный, как любой моделинг, в принципе, я покажу основной образ мышления человека, который этим занимается, при том, на примере диска не самого тривиального, в каком плане, ну, вот сегодня подобрал я такой диск, нашел, искал, ковырял, нашел, что называется себе приключений, диск выглядит вот таким вот образом, популярная компания, производитель дисков, BBS, вот, вот таким вот образом изголилась, сделала диск, который, ну, начинающего моделера может просто загнать в дикий шок, я не знаю, траур, или что-то в этом духе, просто в силу того, что, если вы посмотрите, здесь наблюдается очень интересная картина, здесь есть вот такие лучи внешние, ну, которые раздваиваются, да, вот такие рогатки, будем их называть, рогаток суммарно 7 штук, их 7, и их расположение, хотя они, да, естественно, равноудалены, то есть они по кругу расположены равномерно, их расположение никак не коррелируется, да, и никак нельзя его вроде бы соотнести с расположением отверстий под болты, то есть, грубо говоря, я вижу, что лучей 7, а внутри находятся 5 отверстий под болты, и вот, когда моделлер, моделлер всегда использует некоторую логику, да, вот, логика изначально при создании диска, как я говорил, это просто от центра протянуть мысленно, как бы, пару линий разделяя, то есть, отпиливая некий сегмент, а потом этот сегмент можно было бы вот так симметрично по кругу отобразить, но глядя вот на этот диск, вот эта логика, она дает сбой, то есть, я не могу себе представить, грубо говоря, какой кусок надо отпилить, чтобы его можно было симметрично отобразить по кругу, дело все в том, что если в общем смотреть на диск, такого сегмента в принципе не существует, потому что здесь 7 лучей, а здесь 5 по факту, но вот я хотел бы как раз рассказать немножко просто о логике, как я мыслю, когда решаю подобную задачу, здесь, в общем-то, на самом деле, немножко придется включить какой-то, не знаю, может быть, немножко математический склад ума и понять одну вещь, то есть, почему моделлер, я говорю, заходит в тупик, потому что сетка должна быть единой, а если мысленно, как обычно моделлер делает, они мысленно проводят ребра, да, пытаясь вот мысленно сетку построить какую-то правильную, более-менее четырехугольную, вот здесь вроде как не получается, здесь будет одно количество точек, здесь другое. Ну, на самом деле, все достаточно тривиально, вы, может быть, как-то, я не знаю, мысленно, просто должны сделать следующее. Ваша задача мысленно отделить внутренний круг от внешнего, то есть, грубо говоря, я представляю себе, что у меня будет одна геометрия, это вот этот вот внутренний круг с пятью, ну, грубо говоря, лучами, да, вот он. Соответственно, это будет отдельная, может быть, геометрия, я ее понимаю, что, чтобы ее смоделить, надо 360 градусов просто разделить на 5, я получу 72 градуса, соответственно, я вот такой сегмент под 72 градуса с моделью, и зеркально его, ну, откопирую по кругу, в смысле, его пять раз. И совершенно отдельно, совершенно, то есть, здесь оси, вот их пять штук, они проходят через центры вот этих вот отверстий, вот, это, как бы, задача одна, мы, как бы, делим вот так, вот. И совершенно другая задача, это вот эта семилучевая внешняя часть, то есть, внешняя часть, в моем представлении, да, то есть, опять же, вот такой, упс, вот эта вот, вот эта большая часть, я так ее мысленно обвожу, и я понимаю, что здесь по-другому будет, здесь оси идут вот так, но здесь вот эта оси совпадет, конечно, вот эта раз, два, ну, и вот так вот, то есть, посередине вот этих вот рогаток пойдут оси вот такого диска, то есть, видите, получается, что действительно, ну, можно сломать себе мозг, если как-то вот с наскока пытаться задачу решить, получается, что две совершенно разные симметрии, вот в чем дело, вот, две совершенно разные симметрии, разное количество осей симметрии и так далее. Ну, соответственно, здесь что я делаю? Я те же 360 делю на 7, ну, ответ, он забавный, очень здорово, если 360 разделить на 7, получится вот такое страшное совершенно число, которое придется вбить, как число для угловой привязки при повороте вот этого сегмента. Ну, хорошо, с этим я более-менее разобрался, как я буду действовать. Действовать можно по-разному, можно как-то кусками вылепливать и так далее. Моя задача заключается вот в чем. Самое главное, что вот эта красная окружность, она, по сути, будет разделять две поверхности. Вот эту внутреннюю с пятью отверстиями большими, да, и внешнюю с семью лучами. И что бы я ни делал, но для того, чтобы в результате получился нормальный диск, мне необходимо, чтобы количество вершин на внутренней поверхности, вот у внутренней поверхности количество вершин на вот этой вот красной окружности, и количество вершин, и, кстати, расположение вершин тоже на внешней, тоже на этой красной окружности, но вот этой внешней геометрии полностью совпадало. Вот это, конечно, да, это интересно. Ну, на самом деле, все достаточно просто. Опять же, немножко математики. Получается, что внутренний круг – это пять лучей, да, пять осей, а внешний – это семь. Ну, скажем, ни на какое общее там число их поделить нельзя, поэтому, наверное, идеальным решением будет пять умножить на семь, и вы получите то количество ребер, которое, грубо говоря, должно присутствовать у изначального объекта. Например, я сделаю цилиндр, задам ему количество ребер, ну, количество сторон, грубо говоря, да, тридцать пять, семь и пять, да. Вот, и это количество ребер будет, ну, скажем так, справедливо работать и для внутренней части, и для внешней. Вот таким вот образом я решаю эту задачу. Ну, как я уже сказал, давайте посмотрим. Во-первых, я покажу, что в результате получилось, да, вот. Желательно, кстати, когда диски моделите, помимо вот такой вот картинки, просто референсы фронтального, заполучить хотя бы немножко какого-то бокового вида, пусть даже это не совсем тот диск, но я должен, это немножко другая модель, но я должен хотя бы приблизительно себе представлять, как это выглядит сбоку, какие-то чертежи, они тоже не помешают. Иногда даже удачно было бы прям скачать вот некую машинку и посмотреть, как это выглядит. Ну, и вот результат моих трудов, опять же, я говорю, это вот незаконченный результат просто, то есть работы еще много, но сегодня просто показываю общую идею. И дальше, если мы хоть чуть-чуть умеем моделить, если мы ходили, например, к нам на сложное моделирование, то дальше мы смело разберемся. Вот такой результат у меня получился, притом довольно быстро. Я просто вот набросал саму идею, да, и вот получился вот такой результат. Ну что ж, давайте мы с вами тогда приступим. Я открою заранее заготовленную сцену. Но, опять же, я думаю, что тем, кто знаком с моделированием, известна концепция так называемого референса, то есть картинки, которые выложены на плоскость. Вот на самом деле, что у меня есть. У меня есть сцена в этой сцене. Ну, во-первых, вот он, что называется, образец. Я его назвал example. Это вот такая вот уже готовая, ну что называется, моделька. И здесь можно TurboSmooth Shell применить, чтобы посмотреть на конечный результат. Вот так оно выглядит. Немножко она помятая, немножечко, да, то есть я бы ее еще, что называется, напильником довел до ума. Но, как бы, как я уже сказал, суть не в этом. Нет у меня цели моделить все до конца. Вот, соответственно, идея заключается в том, что у меня есть референс. Это вот такая вот картинка, на которую мы кидаем обычно с вами растровое изображение с чертежом. Замороженный, обзор не закрывает. То есть идеальный референс, как мы, собственно, вот обычно учимся делать референс. И вот вы обратите внимание, что я уже, что сделал. Я нарисовал себе немножко вспомогательных линий. То есть я взял обычные сплайны. Ну, один сплайн это circle. Я на глаз его из центра вот так вот растянул. Ну, и я сделал его копию. То есть я вот такие вот концентрические окружности нарисовал, чтобы очертить себе области. Во-первых, вот эту внутреннюю область и внешнюю область. И второй момент, зачем мне еще эти окружности понадобятся. Дело все в том, что именно относительно центра вот этой внутренней окружности я планирую производить трансформацию поворота. То есть я буду, когда я буду свои симметричные вот эти вот лучи вращать, я как центр трансформации буду выбирать середину вот этой окружности. Ну, это как бы облегчит мне задачу. Ну, что ж, прекрасно. Я думаю, что все сказано. Все идеи понятные, логика и мышление тоже чуть-чуть помоделирую. Да, сегодня, как я уже сказал, сидеть два часа моделить, наверное, не буду. Общую концепцию продемонстрирую. Итак, с чего начать? Ну, вы можете встретить разные способы начать моделинг. Это и моделирование из одного единственного плейна. Ну, как только, в общем, это не делают. Я, конечно, думаю, что самый удачный способ начинать моделировать диск – это с цилиндра. Цилиндр фигуры в этом плане идеальный, потому что ее можно вот так вот взять, растянуть сразу и задать нужное число ребер. Я там же не зря считал себе 7U5 и все прочее. Соответственно, вот прямо на фронтальной проекции я создаю цилиндр, делаю его полупрозрачным, перехожу на вторую вкладку командной панели и задаю, во-первых, cap segments – это количество сегментов с торца, то, что мне сильно пригодится в работе. На самом деле, конечно, сегментов с торца хочется сделать, что называется, ни много ни мало. То есть увеличивать количество ребер можно и по мере моделинга, поэтому как-то вроде не хочется сделать много, а с другой стороны, если пожадничать, то, в общем-то, получится тоже не очень хорошо. Ну, ладно, я точно знаю, что мне понадобится раз, два, три, четыре, пять. Пять вот этих ребер понадобится точно дополнительных. Соответственно, я их вот так расставлю. Ну, или давайте, может быть, я сделаю как? Я сделаю поменьше, а потом расскажу лучше, по какой логике я вообще считаю, что ребра необходимы, и добавлю их прямо в процессе. Тоже вполне нормальный вариант. Вот, ну и самое главное, это просто архиважно, это параметр Sides. Вот он, собственно, тот параметр, который сделает все, что называется, красиво. Это количество ребер по кругу, и мне их надо задать столько, чтобы это было актуально и для внешнего контура с семью лучами, и для внутреннего. Это 35, как я понял. Ну, я просто одно умножил на другое, как вы помните. Вот я получаю 35 сегментов. Значит, соответственно, выбираю вращение и поворачиваю цилиндрик таким образом, чтобы... Значит, у меня залипла тут мышка, извиняюсь. Соответственно, поворачиваю цилиндр таким образом, чтобы одно из ребер встало по вертикальной оси. Ну, таким вот образом. Ну, плюс-минус километр, что называется, вот так. Что я сразу отмечу, друзья? Я отмечу, что в этом цилиндре есть ребра, вот как я и планировал, которые идут через центр вот этой рогатки. Смотрите, в центре каждой рогатки проходит ребро. И также я вижу, что в центре каждой большой вот этой дырки под болт тоже проходит ребро. Вот чего я добивался. То есть, именно это я и планировал сделать, чтобы у меня вот так вот получилось, да. Чтобы оси, то есть, ну, по факту, линии ребер были у каждого, у ее внутренней и внешней частей. Ну, что ж. Соответственно, тогда я могу двигаться дальше. Все-таки капсегмент побольше сделаю хотя бы два. Вот. Ну, и посмотрим на процесс моделирования. Первое, что я делаю, это перевожу объект в Editable Poly поверхность. Выхожу на полигональный подобъектный уровень. И на полигональном уровне я удаляю все задние полигоны, они не совершенно ни к чему. Мне нужна вот такая плюшка, то есть, плоская поверхность. После чего я по ней собираюсь сейчас распределить линии ребер. Для этого выйду на ребра. В данном случае, пока работа происходит в плоскости, можно просто... Здравствуйте, здравствуйте, Марьяна. Что называется, присоединяйтесь. Вот. Я, соответственно, масштабирую линию ребер. Раз. Вот выбираю следующую. Ставлю вот сюда. Два. Вот так. Ну, и, в общем-то, да, вижу, пожадничал. Мне вот здесь понадобится линия ребер по-любому для, соответственно, вот этих вот лучей. Поэтому использую известную команду Connect. И вот здесь обязательно линию, конечно, понадобится. Вообще, на самом деле, даже больше. Вот, соответственно, командный Connect и параметром Slide я могу, ну, чуть-чуть себе жизнь в этом плане упростить. То есть, делать вот так. Сделать еще дополнительных ребер вот здесь. По внешнему кругу, как минимум, точно мне потребуется дополнительная линия ребер. Вот так. Ну, и вот дальше самый такой ответственный момент. Что мне здесь как бы требуется сделать? Вот сейчас мне будет необходимо удалить лишний полигон. Дело в том, что морочиться с целым диском я не буду. Я возьму, грубо говоря, одну рогаточку сделаю. И потом аккуратненько раскопирую ее по кругу. Для этих целей сейчас надо избавиться от лишних полигонов. И вот есть еще вот эта внутренняя часть. Вот эта вот, которая впоследствии присоединится к внешней. Сейчас они являются единым целым, но я их сейчас буду отсоединять. Вот ее тоже мне нужно отсюда отлепить. Соответственно, я делаю вот так. Смотрите. Выхожу на полигональный уровень в режиме Select Object. Наверное, можно использовать какую-нибудь хитрую рамку, типа лассо, для того чтобы... Так, нет. Сейчас я скажу, как мы это сделаем. Но для того, чтобы отпилить... Давайте сначала, чтобы опять же логика была понятна, я отпилю сначала ненужные внешние полигоны. Будет как-то вот так. Значит, при том... Отпиливаю я опять же, каким образом. То есть, что я собираюсь сделать. Поскольку я собираюсь сделать всего лишь одну маленькую такую рогатку, то мне, наверное, понадобится вот так вот отпилить. Вот таким образом. Вот, я убираю все вот эти полики, кроме небольшого такого сегмента, который я сейчас приспособлю, зеркально отображу. Я вот эти все полики удаляю. Но нажму Delete. Если логика непонятна, то можно опять же обратиться к осевым линиям, вот смотрите, есть у меня вот эта линия Line 001, которую я как ось использовал. Вот я посмотрю, как будет выглядеть, если расставить все оси рогаток. То есть, где у меня оси симметрии. Для этого я эту линию выбираю. Включаю поворот относительно вот этой, например, окружности. Центр трансформации туда же. И включу вот это чудовищное число, которое у меня там где-то в калькуляторе появилось. Там что-то 51,4 что ли, да? Я не ошибаюсь. Давайте перепроверим. 360 делить на 7. Да, 51,42. Там что-то там тру-ля-ля. В общем, думаю, достаточно будет. Ну и, соответственно, я зажимаю Shift. Вот смотрите. И создаю 6 копий. И вот я вижу все оси симметрии. Вот посмотрите. Для того, чтобы впоследствии по кругу раскопировать вот эту рогатку, достаточно сделать, скажем так, половину от одного из вот этих сегментов. То есть, мне достаточно сделать половину от вот этих 51 градусов. То есть, буквально половину одной рогатки, чтобы впоследствии получилось... Ну, все получилось, короче говоря. Ну что ж, давайте тогда посмотрим. Значит, здесь еще что надо сделать? Вот эта внутренняя плюха, еще раз, она впоследствии должна стать единым объектом с внешней. Но изначально я хочу ее отпилить, чтобы она мне не мешала здесь работать. Поэтому изначально я могу сделать ей Detach в отдельный объект. Я скажу, что это там, не важно что. Нажму ОК. Это отдельный теперь объект. И вот с внешним я спокойно буду работать. Какие полигоны, кстати, мне еще, наверное, не понадобятся. Наверное, вот эти два тоже я уберу. Ну, и буду потихоньку начинать моделинг. Значит, выхожу на вертексы. Здесь вот мне нужно подогнать точки под форму. Можно сделать, например, вот таким образом. Можно вот этот полигон убрать. То есть, оставить такой немножко триангулированного такого товарища. Вот каким-то таким образом это сделать. Никто не мешает, если есть такая необходимость, опять же, добавлять той же команды CAD поперечные. Вот такие, например, линии ребер. То есть, это вполне себе, что называется. Если хочется уточнять форму. И как-то вот так это сделать. То есть, при желании не проблема. Значит, соответственно, по этой внешней атмосфере тоже все можно убрать. Вот так. Вот. И, соответственно, я беру вот этот лучик. Вправо его немножко отодвигаю. Вот так вот. В принципе, все можно вот сюда сместить. Расставлю точечки. Вот таким образом. Здесь тоже вот эту часть надо пододвинуть. Вот сюда. Опять же, я вижу, что здесь требуется дополнительное ребро. Потому что здесь идет такое расширение. Сужение расширения. Вот я его задам. И незамысловатым образом. Вот так. Значит, следует учитывать, что здесь немножко как-то. Видимо, чуть-чуть все-таки есть какое-то перспективное искажение. Поэтому небольшие неточности в подгонке сетки. Это ничего страшного. То есть, нужно понимать, что это все-таки фотка изначально. Хотя и достаточно добротное, что называется. Окей. Значит, сверху готово. Снизу готово. Вот здесь, поскольку я вижу, что не дотягивается форма куда надо. Конечно же, надо добавить. Пока что это будет треугольник. Как я его сделаю? Я с шифтом вытяну ребро. Выйду на вертексы. Использую команду target-weld. Нижнюю точку пришью обратно. Вот так. То есть, вот такой получается треугольничек. Я ровненько поставлю его. Пониже. Вот как-то так. Ну вот, в общем-то, идея такая. Думаю, что здесь проблем нет. Я думаю, здесь все более-менее понятно. Вот здесь придется тоже, конечно, до оси симметрии дотянуть. Можно одним, наверное, ребром, если сильно экономить. Можно парочкой. Вот. Дотянуть до оси симметрии. Ну ладно, я не буду жадничать. Да, почему бы не добавить коннектом. Вот такой вот дополнительный сегмент. Окей. Ну что ж. Соответственно, что теперь? Теперь моя задача заключается в том, чтобы сделать дополнительную, симметричную часть вот этого того, что я уже изобразил. Как я это делаю? Я на объектном уровне нахожу команду Mirror, нажимаю Mirror, галочка копий. То есть я создаю копию. Так, сейчас один момент. Создаю копию, нажимаю ОК. Получается вот такая вот отзеркальная часть. И уже ее, эту отзеркальную часть, я могу вращать с шагом 51.4. Вот этот странный шаг. Вот сюда, видите, она у меня должна, вот если Alt-X нажать, она должна переехать с этим шагом вот в правую часть. Ну что называется, встать сюда как влетаю, идеально, как родная. Дальше я, конечно же, воспользуюсь командой Attach и две части соединю между собой. То есть у меня получается цельный кусочек. Тут вот есть пересечение поликов, но эти полики все равно мне были как бы и здесь, и здесь не нужны. Я их сейчас сделаю заново, командой Bridge. То есть вот выбираю, делаю Delete. Видите, у меня получаются зазоры, которые я устраняю очень просто. Выбрали два ребра, нажали Bridge, мостик. Вот так. Здесь по факту сделаем то же самое, то есть сделаем Bridge. Окей. Вот такая вот история. Теперь, если вы посмотрите, я добился чего? Я создал внешнюю часть, то есть один сегмент внешней части диска. Понятное дело, что тут можно долго-долго и упорно все это промоделивать. Но буду ли это делать? Честно сказать, наверное, такого сакрального смысла в этом нет. То есть, пожалуй, что тут можно сделать? Как задел на будущее, тут можно дополнительные ребра поставить. Вообще-то можно было сделать даже как бы пораньше, что называется. Дополнительное ребро провести катом вот здесь. Потому что я вижу, что здесь все равно придется потом соединять части поверхности. Вот таким вот образом. Вдавливать как бы внутрь. В принципе, даже можно, наверное, Bridge, опять же, воспользоваться сразу. Куда-то делся Bridge. Воспользоваться Bridge. Так, очень-очень странно, Bridge себя ведет. Сейчас, оп, все, отлично. Соответственно, ребра с edge-constrainer с ограничением оттащить. Вот так вот. Ну и это просто мне позволит... Вот так вот сделать, да? Подогнать все по вот этой вот форме. Ну и можно будет вот эти полики еще экструдировать вниз. То есть вот как раз там есть вот эта вдавленная часть. Вот тут полигончики. Их надо, конечно же, удалять. То есть вот я вот почему-нибудь такую штуку я собирался наколдовать. Вот. Ну неудобство сейчас, да, поскольку я не озаботился этим заранее. Неудобство сейчас, оно сводится к тому, что мне придется вот здесь сделать то же самое руками. В общем и целом, вот здесь такую же сделать штуку и здесь. В общем, я думаю, идея понятна. Ладно, я этот момент, наверное, сейчас оставлю. Вот. Ну что ж. Соответственно, что мы с вами можем сделать в дальнейшем? В дальнейшем мы с вами создаем нужное число копий. Желательно перед созданием копий точно подогнать точки к осям симметрии вот этим. Потому что если будет не точно, а потом команда Evelto вы замучаетесь сшивать. Вот так вот расставлю точки аккуратненько. И, соответственно, на объектном уровне выбираю поворот. Шаг уже включен. Вот. Зажимаю Shift. Создаю копию. На самом деле я создаю сразу 6 копий. Нажимаю ОК. Выбираю любую из них. Нажимаю Attach. Присоединяю все остальные. У меня получается, видите, такая вот... О, как, да. Вот что я забыл точно. Рано, рано, да. Не почистил до конца после вот этих своих экспериментов с поверхностью. Сейчас я вот тут все уберу. Просто лишили, да. Вот. Дубль два. Соответственно, 6 копий. ОК. Attach. Присоединяем. Получается вот такое вот колесо. Значит, здесь мы должны понимать, что колесо это не лежит в плоскости. Но об этом мы сейчас чуть попозже поговорим. То есть это можно будет опять же поправить все. Все доделать. А сейчас я выбираю все вершины. И вот тут, что мне важно. Вот я старался максимально как-то подогнаться к осям. Почему? Потому что теперь вот эти элементы по вот этим точкам парно должны объединиться. Чтобы как бы не мучиться руками, очень желательно было задать между ними минимальное расстояние. Потому что теперь я могу выбрать все. Нажать команду Weld. Weld. И увеличив параметр Weld Threshold. Задать объединение точек. По идее, по идее, вот я вижу, что везде. А нет, не везде. Вот видите, вот тут. О, вот теперь. Да. Где-то, видите, расстояние побольше получились. Вот они вроде потихоньку сшиваются. Вот здесь тоже, видите, придется немножечко проконтролировать каждый шов. Потому что работа на глаз все-таки предполагает, что... И вот этот еще жесткий совершенно шаг, что-то там 51,4 градуса, предполагает, что что-то может пойти не так. Поэтому я очень осторожно подхожу к вопросу и проверяю все швы. Окей. Ну что ж, вот теперь, видите, у меня получается цельная вот такая поверхность. Поверхность. Она готова к дальнейшим свершениям. Дальнейшие свершения, конечно, у вас обычно разные. Это зависит от диска. Но в данном случае, например, могу выбрать внешние границы. По кругу. И с шифтом, да, затащить их внутрь, вот таким образом. Потому что я вижу, там есть вот это движение, есть вот эта толщина. Дальше их можно масштабировать относительно локальных центров. Вот так, видите. Вот она. Вы получите как раз приблизительно то же самое, что там. Прекрасно. И удивительно. Вот. Как я уже сказал, я немножко халтурил вот с этой штуковиной. Я ее как бы промоделивать не буду. Ну, я просто уже показывал, да, это надо было делать в самом начале. Банальным, например, бриджем. Или можно было бы вытащить вот эти ребра с шифтом раз, с шифтом два. После чего... После чего соединить точки командой target-велд, например, здесь. Здесь. И здесь. То есть, вы можете это сделать. Это, я думаю, не удивит никого. Но делать на всех, с вашего позволения, я не буду. Это, что называется, бессмысленно и беспощадно. Окей. Ну, что ж. В общем-то, мне нравится, как все идет. Все прекрасно. Замечательно. Значит, вы таким вот макаром моделите, моделите, моделите. Получается все веселее, веселее и веселее. На каком-то этапе вы примените уже Turbo Smooth, чтобы посмотреть, а как оно там выглядит сглаженным. Когда поймете, что оно выглядит не очень сглаженным, может быть, чуть-чуть расстроитесь и начнете делать фиксации. Мы знаем с вами, что для достижения жесткости необходима геометрическая фиксация. То есть, опять же, мы берем некое кольцо ребер. Вот такое, да. И делаем, например, команду Connect. Которая прижимает, или даже можно два, ну да, здесь один достаточно. Которая прижимает, создает ребра жесткости. Окей. Вот мы получаем, что вот здесь, видите, вот эта вот линия гораздо жестче, чем она же на соседних вот этих кольцах ребер. Можно это сделать коллективно. На самом деле, конечно, еще раз, да, это можно было сделать просто на самом первом шаге. Ну, у меня еще что-то и поленился. Так. Ну, теперь придется расплачиваться. Ничего страшного. То есть, вот так я выбираю кольца ребер. И делаю вот такой Connect, создавая ребра жесткости. Кстати, вот TurboSmooth, да, две итерации, и все прекрасно. Вот, соответственно, вот такая, видите, у меня постепенно, постепенно выстраивается конструкция, похожая на вот ту. Ну, и, собственно, я на этом с внешней частью, с вашего позволения, опять же, закончу. Да, добавлю только один момент. Как я уже говорил, не в плоскости, не в плоскости лежит вот эта часть. Она, на самом деле, имеет выгнутую форму. Для этого я вот говорил, что лучше всегда иметь референсы. То есть, вот здесь я уже вижу, имею представление о том, что центральная часть чуть-чуть уходит как бы внутрь. Но для лучшего представления, вот можно на, ну, где-то найти на машинках каких-нибудь, посмотреть, вот как это вообще. Вот, видите, как раз тот самый диск, который мы с вами моделируем. Вот, соответственно, мы можем посмотреть форму. К сожалению, вот какой бы урок вы по дискам не смотрели, практически все они, ну, что называется, на глазок. То есть, если нет четкого чертежа, народ, кто во что гораст, качает всякие фотографии и по ним старается сориентироваться по форме. Но основная идея заключается в том, что вы можете взять, например, все центральные вот эти вершины, воспользоваться такой замечательной штукой. Она называется Soft Selection. Плавная деформация позволяет воздействовать на соседние вершины. И вот так вот, видите, то есть я могу ее внутрь продавить. Манера вот этого вот продавливания, опять же, настраивается командами, например, Pinch. Такой более, видите, будет резкий переход. Или Bubble. Bubble это, наоборот, когда все так, видите, плавненько. Но это уже не Bubble, это уже перебабл. А, Pinch надо еще убрать при этом. Вот, соответственно, вот так. То есть, как так я это делаю. Еще внешняя часть, она там будет иметь выступ. Я это видел на вот этой чертеже. Вижу, что здесь вот эта кромка, она выступает. И на фотке, кстати, видел. Поэтому выберу ребра, сделаю. Здесь можно коллективно выбирать. Очень удобно. Сетка ровная. Делать Connect. Slide. Дальше можно вот эти полики выдавливать экструдом обычным. Пару раз. Один раз для фиксации и еще один. Вот у нас получится как раз вот эта вот выступающая часть. Ну что ж, еще раз закончу я на этом с внешней стороной, с внешней частью, которая вот с этими семью лучами. И поговорим про внутреннюю плюху. Я ее, как вы помните, командой Detach в самом начале отпилил. Ну и вот теперь вопрос, а что с этим делать. Ну, на самом деле, я молодец. Поскольку я отпилил, то теперь у меня при любом раскладе количество вершин у семи лучевого куска совпадет с количеством вершин по периметру вот этого пяти осевого куска. Соответственно, я возьму вот эту плюшку, у нее куда-то опорная точка сместилась. Я сейчас верну ее в центр объекта и поставлю эту плюшку прямо вот сюда. То есть, закрою. Вот она встает, что называется, на свое место. Я собираюсь немножко ее помоделить. И я покажу вам и здесь основы рабочего процесса. Я бы ее отмасштабировал до вот этого радиуса, вот этой черной части. А потом выбрал бы внешний контур и с шифтом, как бы уже сговаривать, с шифтом сделал бы чего? Создал бы внешний контур. Вот так. Значит, какой тут момент? По факту, мне нужны отверстия. Отверстия делать несложно. И здесь опять же будет действовать принцип симметрии. Только, не знаю, нужно ли это повторять. Помните, я взял и вот семь линий вот этих осевых построилось. И таким образом я понял, где у меня симметрия, относительно чего мне надо делать симметричный внешний кусок. Вот здесь то же самое, только здесь А7 будет не 7, а их будет 5. Ну, давайте сделаю для наглядности. Вот смотрите, возьму вот эту опять же линию первую, только ее перекрашу в какой-нибудь красненький. И вот теперь я возьму вращение. Кстати, ее можно сделать потолще, ну, видимой, чтобы вам было понятно, что это ось уже. Вот, и я сделаю шаг в 72 градуса, то есть это 360 делить на 5. Вот, и я сделаю, соответственно, 4 копии. Вот вы заметите, вот они, оси симметрии для внутренней части. Да, это то, собственно, ради чего мы тут собрались, чтобы понять, как это моделится. То есть, я выбираю вот этот вот объект, вижу, что мне от него нужны только какие полигоны, да? Ну, вот этот вот сегмент, грубо говоря, от оси до оси мне нужен сегмент. Все остальное я могу снова вычистить, как и в случае с внешним контуром. То есть, я вот так вот аккуратненько возьму. Выделю все это в мой любимый лассо. Вот такой, видите, у меня получился небольшой кусочек. Тут, опять же, можно было бы по-другому немножко сделать. Можно было бы сместиться на пару сегментов и сразу тогда цельное отверстие получить, а потом его отзеркалить. Ну, давайте, что называется, пойдем сложным путем. То есть, не будем облегчать себе жизнь, сделаем вот так. Что называется, по-честному. Что я планирую сделать? Я опять создаю, мне нужно отверстие. Как отверстие создаются, мы тоже на курсах учимся. Точнее, учимся, да, не мучаемся. И вот я создаю цилиндр. Cap segments. Задам единичку, а сайт задам 8. Обычно 8 углов более чем достаточно, чтобы получить правильное отверстие. Мне этот цилиндр, друзья, нужен исключительно для ориентира. Это визуальный ориентир, где ставить вершины. Ну и дальше я просто на своей поверхности возьму команду cut. И вот так вот обрисую вот этот шестиугольник. Сначала вот так по-честному обрисую вот таким вот образом. Вижу, что тут есть лишние какие-то точки, какие-то лишние непонятные детали. Возьму target weld. И вот так подкорректирую эту точку сюда. То есть, я точки присоединяю друг к дружке, чтобы избежать нгонов и прочей ерунды. Вот эти внутренние полики я уже могу убрать, делить. Вот, у меня получилась такая часть. Если я хочу более равномерную, конечно, сетку, я возьму команду cut. Мне придется вот так по, ну скажем, этому периметру, вот так вот придется распилить. Вот этот кусочек. Ну, прекрасно. Значит, соответственно, что я теперь вижу? Я вижу теперь, что действительно вполне можно сделать зеркальную копию и поставить ее вот сюда. Для этого придется убрать еще вот эти два сегмента отсюда. Делитом. Я их уберу. Вот этот кусочек. Элементный подобъектный уровень включился случайным образом. Вот я вот этот кусочек команды detach. Отсоединю как копию в отдельный объект. Выберу. Выбрать-то. Вот так, через список. Сделаю миррор, притом без копий, просто no clone. И на тот же самый шаг его сейчас отправлю вот сюда. Видите, он прям сюда встает ровненько. Вот так. Дальше я сделаю attach. Присоединю его. Ну, его надо пришить. Вот, вижу небольшие расхождения. Как всегда, немножко работы руками. Подгон вершин требуется. Вот, соответственно. Ну, видимо, когда я кат вел эту линию, я вел ее не совсем корректно, потому что делал это исключительно на глаз. Вот таким вот. И эту линию тоже повыше. Вот. Да. Хорошо. Ну и дальше я должен объединить вершины. Соответственно, я выбираю точки, вот эти вот, которые должны попарно соединиться при помощи вэлда. Вэлд делаем таким, чтобы они все схлопнулись. Ну что ж, прекрасно. У меня получился еще один такой сегментик. Да, отверстие вот здесь. Поддается ровно там такому же процессу. То есть, ну, покажу, да, быстренько. Я снова создаю цилиндр. Небольшой вот здесь. Его, наверное, можно было бы как-то повернуть. Потому что... Ну что ж такое-то сейчас. Что-то сегодня страшное происходит с 3D Max. Вот. Соответственно, я его поворачиваю. Относительно его, конечно же, центра. Без угловой привязки. Вот так. Ну и здесь, опять же, задача вписать. Взять команду CAD. Вот. И... Вписать товарища, что называется. Вот я из точки проведу. Раз, два, три, четыре, пять. Проведу нужное число вершин. Все. Значит, цилиндр... Мне уже не нужен. Я его убираю. Дальше вот эти полики. Сюда мы выстрижем. Выберем команду CAD. И начнем сюда его вписывать. То есть, стараемся по максимуму избавиться от каких-нибудь тенгонов. Значит, вот эти точки обопрем на крайние вершины. Вот так. То есть, вы должны понимать самое важное. Когда вы создаете детали здесь, ни в коем случае нельзя точки ставить вот такие вот, продольные. То есть, поперечные ребра я могу ставить в любом количестве. А продольные не могу, потому что иначе вот эта внутренняя часть пол количества вершин перестанет совпадать с семилучевой частью. И по факту я зря старался. То есть, именно поэтому я вот такие ищу сложные пути. Потому что я не могу опираться на внешнюю линию ребер. Иначе я все испорчу. Ну, можно здесь, кстати, убрать эти два ребра. Они лишние. Окей. Ну что ж. Вот таким вот образом я сделал такой вот кусочек. Его теперь смело можно опять же копировать с угловой привязкой. Поворачивать с угловой привязкой. Значит, этим я и займусь. Зажму shift. Создам в данном случае четыре копии. Вот он. То есть, процесс повторяется. Attaching. Присоединю их друг к дружке. Вот так. Выйду на vertex. Ctrl-A выбрать все. Ну и опять Weld. Значит, Weld, конечно, немножко сейчас неправильно настроен. Так, сейчас один момент. Вот. Weld, наверное, по расстояниям нужно уменьшить. А то, вы видите, уже все схлопывается вместе. Это не самое хорошее, что может произойти. Пару раз плюсик можно нажать. Так, ага. Любопытно. Ну ладно, если еще меньше. Вот. Ну, будем считать, что это, что называется, оно. Галка ОК. Значит, соответственно, опять же, здесь можно уйти от плоскости, во-первых. Да, во-первых, применяем TurboSmooth, конечно же, смотрим, как там наше отверстие, как сеточка. Ну, вроде более-менее ничего. Соответственно, вот эта внутренняя часть, ее наверное, надо будет как-то еще экструдировать. Там я вижу, что это какая-то отдельная деталюшка. Поэтому я ее там экструдом дам внутрь. Наверное, удалю. Там ее можно будет сделать отдельно. Ну, и все вот эти отверстия тоже я убираю. Не забывая про фиксацию с шифтом затаскиваю внутрь. Сделаю раз, два. Вот у меня получается. Там отверстие под болты, я вижу, там еще идет сужение. То есть, вот так. Ну, вот, пожалуй, как-то так. Прекрасно. Что ж, ну и, собственно, самый интересный момент. Это смогу ли я внешнюю часть соединить с внутренней, да? Ради чего все это, что называется, затевалось. Ну, значит, конечно же смогу. Пока турбосмут уберу, чтобы вам было нагляднее. Не там, не там, считайте, его нет. И вот я вижу, что несмотря на все, вот, да, несмотря на все мои потуги, несмотря на все работы, которые я проводил, да, вот, вот так покажу, я вижу, что совершенно замечательным образом количество вершин вот этой внутренней и внешней частей совпадает. Поэтому все, что мне остается сделать, это приэтечить одну часть к другой. Для этого лучше, да, еще раз, у второй части турбосмут убрать, иначе вы приэтечите уже сглаженную сетку. Это нехорошо. То есть, убирайте турбосмут желательно. Ну, а дальше я воспользуюсь, пожалуй, такой рамочкой круговой. По вертексам я выберу сначала вот так вертекс. ну, вот видите, стандартный максовский глюк, это точки пропали. Сейчас я сохранюсь и сделаю резет. Смотрим, если его отпустит. Да, отпустил, прекрасно. Вот, соответственно, выберу круговую рамочку, делаю вот так, выберу все, видите, по кругу точки, а потом с альтом еще раз круг, исключу все, кроме того, что должно, вот видите, надо поближе. Издалека фокус не получился. Вот так, то есть, аккуратно, чтобы убрать только лишнее. Вот. Вот видите, у меня остались выбраны только вершины, которые требуют объединения. для этих целей я опять воспользуюсь Велдом. Вот я вижу, что прям идеальное совпадение, просто perfect fit, что называется. Вот у меня все склалось. По-другому и не скажешь. Такая вот история. Ну что ж, пожалуй, пожалуй, это практически все, что имеет какой-то такой, знаете, сакральный смысл. Можно, конечно, еще показать, как вот, да, я возьму внешнее кольцо и с шифтом его потащу, чтобы показать, что да, я могу сделать вот эту вот форму типичную для диска, да, вот так затащить ее внутрь. Это делается за 5 секунд методом, опять же, который изучается. это метод копирования ребер. Соответственно, я без проблем могу им воспользоваться. Вот так. Для вида, что называется, сделаем. Прекрасно. Ну и вот теперь, конечно, TurboSmooth. Почему бы и не он, пару итераций, чтобы посмотреть на результат моей достаточно недолгой, и заметьте, работы. Результат весьма, весьма впечатляет. То есть, если, конечно, отставить в сторону то, что я схалтурил где-то вот здесь, ну, потому что, как я уже сказал, я думаю, это все понятно. Обычное классическое моделирование. Вот, я получил то, что хотел. Оно даже не очень-то и косое, и кривое, вполне себе ничего получилось. и вот на этом, пожалуй, на этой оптимистичной ноте я бы постепенно заканчивал семинар. То есть, мы с вами узнали, как делать очень сложные диски, не обычные симметричные диски, а диски, где нет совпадений по осям внутренней и внешней, например, части. Я думаю, с такой подготовкой уже можно практически за любой диск браться. Ну и, собственно, я выполнил долг перед Родиной, потому что люди писали мне, что ай-я-яй, а как же диски, вот вам, пожалуйста, диски. Рекомендую, конечно же, воспользоваться, когда на Ютьюбе этот семинар выложат, рекомендую воспользоваться вот этим видео, как руководством таким пошаговым и попробовать, конечно, повторить мой геройский подвиг. Ну, сейчас хотелось бы выслушать ваши вопросы, то есть, если вопросы есть, задавайте их в чат. Вот, я жду, соответственно, или я буду тут с вами потихонечку прощаться. Значит, Оксана, если вокруг поверхности после применения турбосмофа появляются разрывы, это означает, что эти разрывы были и до турбосмофа. Вам необходимо выбрать вершины в области разрыва и завелдить их, то есть, применить команду вэлд, чтобы они склеились между собой. вот, потому что если периметр отверстия замкнут, то после турбосмофа он, конечно, не разорвется. Значит, у вас там просто раздельные куски поверхности присутствуют. Как-то так. еще вопросики. Пожалуйста, Оксана. Ну что ж, друзья, тогда я потихонечку буду прощаться. На всякий случай напоминаю вам, что новые семинары, анонсы новых семинаров всегда есть на нашем сайте. Сайт, соответственно, как всегда, специалист.ру. Вот. И то, что действительно интересно, наверное, было бы посмотреть, это наши семинары уже выпущенные, например, которые были ранее. Значит, для этого мы с вами заходим в YouTube к нам на канал. Канал называется специалист.ру. Не Тимати, нет. В смысле специалист ТВ. Да. Вот. Соответственно, здесь как вот по-хитрому надо искать семинары, надо нажимать вот на лупу поиск на канале. И вот, например, по слову моделирование вы сможете найти целую кучу моих семинаров. Например, классическое моделирование раз, моделирование трехмерной сцены по фотографии два, ну и вот как минимум органическое моделирование три. Но в скором времени текущий семинар сегодняшний добавится в этот список. Он тоже будет по слову моделирования его можно будет отыскать. и соответственно вы сможете использовать это как пошаговое руководство, дабы тренироваться, моделить всякие разные интересные втутики. Вот. Соответственно, на этом, если я так понимаю, вопросов больше нет в чате, на этом я с вами друзья прощаюсь. Вот. Всего вам доброго, хорошего. Приходите к нам учиться в специалист и подключайтесь к нам на семинары. Будет весело, интересно. всем счастливо, до свидания, ура-ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова